здравствуйте дорогие друзья вы смотрите канал мы живем в латвии сегодня у нас четверг 13 июня 2024 года ну как обычно сидя за компьютером гуляю по просторам интернета по новостям я нашел такую статью до меня это очень заинтересовало и вас тоже это надеюсь заинтересует а новость вот какая конечно же местные латвийские новости друзья вы смотрите когда мы живем в латвии повторяю куда бы местные не пошли местные жители сильно тратят по минимуму денежки трать сельский туризм латвии конечно же друзья сельский туризм латвии стонет от отсутствия иностранных клиентов вот прям про туризм сейчас заговорил посмотрите как прям на ваших глазах такое солнышко выглянуло но погодка не балует 18 градусов друзья 18 17 19 днем конечно так вот продолжаем про этот сельский туризм латвии что же не происходит мне это очень заинтересовало тоже до начала военных действий в украине доля иностранных туристов выбирающих сельский отдых в латвии составляла 30 процентов 30 сейчас это этот показатель снизился до 5 процентов не скрывает разочарование председатель правления латвийской ассоциации сельского туризма лауку цвета из аснате земле в интервью латвия с авизе она подчеркивает что первоначально взгляд на будущее был очень обнадеживающим потому что казалось что люди уже привыкли к военным действиям которые ведет соседние государства и их это больше не пугает туроператоры были настроены позитивно и прогнозировали что иностранные туристы могут вернутся однако однако совсем недавно я связалась с владельцами гостевого домика дома которые сказали что весна выдал весна конечно же этого 2020 чертова вода весна выдалась очень печальный да и лето не выглядит слишком обнадеживающим ну вот который сейчас началось вот этот уже половина можно сказать половина июня почти половина выглядит не слишком обнадеживающим люди экономят деньги куда бы они не пошли они тратят как можно меньше тому же иностранные туристы вернулись не в том количестве как хотелось бы это мягко сказано еще я немножко так добавляю и компенсировать этот дефицит местные жители не в состоянии речь идет сейчас пока про местные жители про сельский туризм признается земле больше всего сократилось число туристов из германии больше всего сократилось которые традиционно привлекала латвия которых но оказалось что немцы и ехать к нам боятся больше остальных вот здесь позвольте я поставлю точечку на некоторое время не на несколько десятков секунд мог кто нас вот это постоянно помните я говорил вот когда мы ездили раньше вот там ну ладно бог с ним советские времена постсоветские времена сколько особенно вот постсоветские времена после когда разбежались как окурки вы уже даже вот в 2010 годы знаете середина десятых годов и двухтысячных сколько было немецкой речи естественно на пляжах на пляжах юрмальских пляжах сплошь и рядом немецкая речь была а знаете почему понимаю как определяют я изучал немецкий язык дальше продолжать не буду вы надеюсь поняли чё так спросил ну изучал немецкий язык как нибудь поговорим на эту тему да скажите сергей а чё вы на какую тему почему изучали немецкий язык да нет конечно не на эту тему это все схоже как то все схоже вы понимаете о чем речь идет ну хотя бы я немножко подсказку дам вам буквы какие немецком языке понятно дальше не буду открывать потом неинтересно смотреть будет вам так вот продолжаем про сельский туризм я не зря эту новость я никогда ничего не делаю друзья зачем зачем но оказалось что немцы ехать к нам боятся больше остальных понятно ну ладно немцы боятся больше всего вот видите как немцы боятся больше всего а чего это не боятся чего бы это с чем это связано я признаю но это не признает а это женщина я признаю что они относятся к войне серьезный чем средний европеец немцев понять можно и тоже не буду говорить почему все прекрасно весь мир знают весь земный шар чем средний европейцы немцы больше боятся к нам приезжает много эстонцев нам куда в латвию сесть сельский туризм и так далее но пока речь идет про сельский туризм приезжает к нам много эстонцев поляков финнов но скандинавов скандинавов немного есть туристы из нидерландов и великобритании ну знаете вот я немножечко сейчас вам тоже прокомментирую там была названа цифра сначала первоначально казалось это прекрасно эта цифра 30 процентов да да сейчас 5 но кто будет проверять правильно сейчас 5 кто будет проверять ладно пускай 5 из этих 5 процентов ну давайте возьмем за общую сумму туристов 100 человек сколько человек 5 человек ну возьмите по всей латвии тысячи человек туристов сколько человек будет 50 человек вот один нидерландец двое с великобритании ну там три эстонца один два поляка это и трое финнов ну я к примеру так сказал друзья ну по процентам соотношения потому что что это есть пять процентов есть вот это ничто это капля в море отдыхающие вернулись и стали более смелыми вот это в остатке вот это капля в море однако опять же однако вот почему то однако вот при прицепилось это однако все новости портит однако однако при нынешнем количестве иностранцев их слишком мало для сельского туризма это резюмирует председатель правления латвийской ассоциации сельского туризма ну и вместе с вами я все таки решил я вот под конец сегодняшнего дня вот эти новости вам преподнести потому что я говорю новостей очень много ну не хватает мне сил да и времени друзья я вы знаете я прямой человек честно признаюсь годы уже не те можно было бы новостей тут как говорится не вылазить отсюда да вот открыл канал открыли мы канал открыли открыть студию и постоянно 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 я не оправдываюсь я говорю как есть ну это мое кино это мое кино да новости это мои это точно да а видео мы конечно вместе с женой да и не только там жена учат и так далее наш собачка Сема не знаю видно вам не видно его ой да он за мной как раз за мной сейчас я вот так отодвинусь смотрите вот видите вот еще один представитель помощник мой помощник Семочка видите вот он вот он да вот он вам привет передает и говорит не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал ой видите как зевает вот он говорит так ой как зевает да вот решил я вам и пожелаем вместе вот вместе с Семкой собачечка наша ой напомню для подписавшихся не только напомню а вообще расскажу краткую историю не на полчаса только у него папа хаски вот такого цвета хаски только чистопородные хаски а мама чистопородная лайка вот помесь вот получился вот такой Сема собачка такая глазки голубенький красавец красавец да ну сейчас отодвинусь ну показал вот он да ну а что тут на колесиках отодвинуться не трудно правильно друзья ну все буду заканчивать пожелаю вам всем здоровья счастья благополучия мира добра и дружбы между народами поставьте лайк под видео собачка же попросила он как он вам зевает такой рот как такой ой как у крокодила ай здоровенный да ну по сравнению как у нашего младшего сына с невесткой Евой и с внуком Адрианом у них канал вот серверок зайдите серверок английскими ну либо латышскими буквами наберите посмотрите какие у них собачки сравните у них вот такие вот и какой у нас лосик лосик такой да зайдите поддержите вы их пожалуйста друзья подпишитесь на канал ну посмотрите сначала ознакомьтесь с видео у них там сейчас строительство они ездят по всей Латвии тоже друзья куда едут нам снимают но они побольше но они помоложе вот я чем начал тем заканчиваю почти туризм да сельский туризм они тоже любят туризмом заниматься ну и не только по Латвии они и в другие страны улетают уезжают либо на своей машине либо самолетом но любители на своей машине они там в тех странах вот в Германии Андрей бывал работал конечно работал да извините я разговаривался уже да сейчас что строят что строили раньше и так далее там зайдите посмотрите но это от имени нашего канала от имени родителей да я как папа родной мама Наталья родная пожалуйста подпишитесь поддержите да заранее всем большое спасибо большое еще раз напомню и может быть кто-то чего-то там когда-то может быть я подзабыл не подзабыл еще раз всем большое спасибо за поздравления потому что видео я много выпускаю конечно же много вы заметили мы на эту тему тоже когда-нибудь поговорим да я уже и говорил вам сколько раз это я по собачку рассказал потому что недавно к нам много подписчиков каждый день очень много десятки сотни подписчиков да ну как когда плюс минус друзья и спасибо всем большое Чемочку показал да попросил он подписаться я перевел да желаю всем здоровья счастья благополучия мира добра и дружбы между народами да я говорил вам подпишитесь поддержите пожалуйста серверок канал в том числе мы живем в латвии там мы живем в латвии да вы живете тоже в латвии но не только в латвии вообще ко всему миру я обращаюсь зайдите на не пожалеете на серверок я говорю в том числе не пожалеете да друзья ну на вкус и цвет как говорится не подберешь друзей правильно одному нравится такое а другой другому такое ну если у вас есть возможность зайти заглянуть время есть выберите зайдите сейчас как раз они стройку затеяли очередную у них там лошади большие в том числе и маленькая есть пони рыбки всякие ой декоративных разных цветов от таких вот до метровых до вот таких вот прям золотые рыбки друзья все на этой ноте я заканчив а они в сельской местности я не зря начал это тоже и прошу вас в сельской местности живут Ливберзе есть такой у нас поселочек недалеко тут 20 минут прямо от нашего дома тихой такой езды средней скорости 20 минут и и мы уже возле ихнего дома Ливберзе рядышком там все заканчиваю еще раз всем пожелаю здоровья счастья благополучия мира добра и дружбы между народами всем большое спасибо за поддержку нашего канала не забудьте подписаться на канал серверок до свидания до новых встреч спасибо спасибо